Ассаламу алейкум, я Шкуров Бигзот, главный тренер города Ташкента. Приветствую вас на канале Genetics. Сегодня мы будем качать спину и грудь. У нас тренировка для продвинутых спортсменов, которые готовятся на международные соревнования. Начинаем у нас первое упражнение с данного тяга, со стойки. Это для толщины спины низа. Продолжение следует... Почему делаем со стойки? Мы не лифтеры, мы бодибилдеры. Теперь нам надо укреплять низ спины и прибавить толщину низа спины. Из-за этого, чтобы не порваться, чтобы травму не получить, мы делаем со стойки. Закончили становую тягу. Сделали три подхода. Последний у нас был именно рабочий подход на пять повторений. Два у нас было разминочные, по десять повторений. Это упражнение, как раз я повторюсь, как говорил, очень хорошо развивает низ спины и толщину спины. Как раз-таки у многих наших спортсменов верхняя часть за счет турников, за счет тяги очень хорошо развита, а низ нет. Советую всем, кто готовится на соревнования, делать такие тяги для толщины низа спины и для проработки. Давай, смотри, чуть-чуть. Дальше. Играет музыка. Последний подход делаем дропсет. Почему дропсет? Потому что мышцы растут, когда мы работаем до отказа. Ставим, например, большой вес, у кого, у всех по-разному. Делаем 6-8 повторений, уменьшаем вес, еще делаем до отказа. И когда мышцы даем отказ, работают, она очень хорошо развивается. И очень хорошо для роста полезна. Следующее упражнение у нас лодка. Мы ее делаем также дропсетом. Всего лишь один подход. Почему один подход? Потому что у нас это один единственный подход рабочим весом. И делаем дропсет. Приблизительно где-то 127 килограмм. 87 и 57. Вот такими весами будем работать сейчас. Все до отказа. КОНЕЦ 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 Вот и закончили упражнение в лодку. Тяга горизонтальная на блоке. Единственный подход тройным дропсетом по уменьшению веса. Все до отказа. Как я говорил, отказ это рост мышцам дает привилегию. Следующее упражнение у нас тяга сверху с свободным весом. Сейчас делаем тягу свободным весом. Сверху руки обратно вкладом. Работаем поодиночно с одной рукой. Почему с одной рукой? Потому что когда мы тянем, мы можем контролировать наши вращательные манжеты, чтобы сокращать спину до максимума уровня. Здесь также у нас прорабатывается низ толщины спины. Именно сейчас над ней будем работать. Ведь у нас в основном сегодня прорабатывается только низ спины. Низ ширина, а именно низ спины толщина. Если у нас в спины толщина, Стараемся максимально всегда фиксировать, когда уже сил не остается, можно без фиксации. Именно доработать нужную мышцу. Когда есть силы, стараемся фиксировать мышцу и контролировать мышечную тонус. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот и закончили тягу. Здесь также один подход был. Конечно, сделали без дропсета, но сделали максимум, сколько могли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы это упражнение делаем для разогрева грудных мышц. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прорабатываем середину, края, все как можем, вверх-вниз. Вначале стараемся руку отпускать до уровня плеч, чтобы локти у нас назад не уходили. Вот, с этого положения сокращаем грудную максимально, отправляем кровь грудным мышцам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стараемся фиксировать начальные фазы, потому что это у нас как разминка. Максимально надо догнать кровь на мышцу, чтобы потом, когда мы будем работать большими весами, не получить травму, и чтобы максимально она включалась. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Делаем 20-25 повторений. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Можно в конце чуть-чуть отпустить до конца и пару таких сделать повторов. Как раз-таки и растяжка, и сокращение, чтобы полноценное было. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Начинаем второй подход. Здесь мы уже стараемся теперь максимально амплитудой работать. Именно стараемся до конца отпускать, растягивать мышцу и до конца сокращать. Как я упоминаю, сделаем фиксацию в каждом повторении, чтобы мышца максимально сокращалась. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В третьем подходе я сниму футболку, вы посмотрите, как мышца работает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот и закончили второй подход. Сейчас, после промежуточного отдыха, начнем третий подход. Без футболки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Следующее упражнение у нас на хаммере с свободным весом. Прорабатываем верхнюю часть, делаем один подход, дропсет, все до отказа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Следующее упражнение у нас будет сейчас. Также жим лежа у нас в горизонтальном скамейке. Стараемся работать максимальным весом. Работаем два подхода. Первый подход делаем ближе к максимальному. Второй подход ставим максимальный вес. И делаем дропсет до отказа. Продолжение следует... Сделали один подход, первый подход. Это как ближе к максимуму был у нас. Сейчас ставим максимальный вес. Делаем дропсет по максимуму, сколько сможем. На уменьшение веса. Последний заключающий подход у нас. Второй подход. Сейчас будем делать дропсет до отказа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Все, закончили жим лёжего упражнения. Это у нас был заключающий подход в стиле тропсета. Когда работаем до отказа, упоминаю еще раз, мышцы очень хорошо развиваются. Силы больше становятся, мышцы тоже больше становятся. Когда до отказа делаем максимально, даем именно мышцам травмы, такие микротравмы, чтобы они потом при восстановлении становились еще сильнее. Сегодня мы качали спину и грудь. Наша тренировка предназначена на 50 минут, не больше. Почему 50 минут? Чтобы не было катаболического процесса. А катаболический процесс – это у нас, значит, потеря внутримышленного жира. Это нам ни к чему, если мы хотим нарастить мышечную массу. Вот, 50 минут максимум, доработанная у меня сегодня была программа. Три упражнения, четыре упражнения на грудь и три-четыре упражнения на спину. У меня рекомендация про атлетам. Стараемся на негативной фазе спускать, например, на 2-3 секунды и поднимать, например, секунду, чтобы у нас была разница во время негатива и позитива. Вот, частые ошибки у нас такие, что во время спуска на негативном положении многие просто бросают вес. Надо сопротивляться и на 2-3 раза медленнее делать, чем поднятие сопротивления весом. И бывают еще такие моменты, когда мы не фиксируем мышцы. Особенно большими весами очень трудно фиксировать. Надо ставить такой вес, чтобы мы чувствовали мышцу и фиксацию каждым разом. С первого подхода, с первого повторения. А не так, как некоторые, например, делают 8 повторений, 9 повторений и только 10 чувствуют. Это уже неправильно. С вами был Бигзот Шукуров, тренер фитнес-клуба Профорум. Подписывайтесь на канал Genetics. Будьте с нами. Пока.